Подробнее эту тему сейчас обсудим с нашей гостьей Елена Сотник, правозащитник, советник вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции. Елена, здравствуйте, рада вас приветствовать у нас в эфире. Привет, доброго ранку дня. У нас было очень много обсуждений в информационном поле, также на нашем телеканале. Обсуждали и говорили о том, нужен ли специальный трибунал, или это возможно все решить, все судебные процессы могут в рамках той системы, которая существует в мире. И большинство наших экспертов, спикеров склонялись к тому, что не может, не способна система международная сейчас справиться со всеми теми военными преступлениями, которые россияне совершали на территории Украины. Для этого нужен специальный трибунал. Но вопрос ведь не только вот снять в Совбезоон, снять вот эту защиту, но и вопрос времени. Сколько понадобится на то, чтобы организовать эту процедуру, внедрить вот этот специальный трибунал? Ваше мнение? Ну, на самом деле мне это очень просто сказать, потому что не надо никуда склоняться. На сегодняшний день в международной уголовной системе об уголовном праве мы в первую очередь говорим о военных преступлениях и о самом главном преступлении, так называемом преступлении преступлений. Это преступление агрессии. Так вот, и Путин, и Россия в рамках существующей системы правосудия вообще не могут быть привлечены за это преступление к ответственности. Об этом не очень любят вообще говорить политики. Об этом мало говорится в публичном пространстве. Но если мы с вами посмотрим Римский устав, посмотрим уже устав Международного уголовного суда и посмотрим, каким образом была ратифицирована как раз поправка об ответственности за преступление агрессии, здесь небольшое количество стран вообще подписалось, что они готовы принимать участие в этой юрисдикции. России там нет. Что это значит? Что в рамках существующей системы Путина невозможно привлечь к ответственности за преступление агрессии. А это в первую очередь является основной задачей, я считаю, для всего мира, если мы хотим, чтобы мировой порядок вообще существовал. И другие потенциальные агрессоры никогда даже не подумали бы о том, чтобы начать какие-то похожие полномасштабные вторжения в другие страны. Поэтому это не только вопрос интереса Украины, это вопрос всего мира. Теперь о времени. На самом деле, с одной стороны, кажется, что это что-то суперсложное и действительно может потребовать много времени. И много усилий. Но если посмотреть юридическое и чисто техническое точки зрения, то это просто несколько этапов. Первое – это определенный договор. Многосторонний международный договор, в котором прописываются все юридические нюансы по созданию этого специального трибунала. Я очень надеюсь, что столь многосторонний международный договор подпишет максимальное количество стран. Это очень хорошо, что европарламентарии таким большинством поддержали эту идею, эту инициативу. Я теперь надеюсь, что в своих странах они убедят политику в необходимости подписания такого соглашения. А после этого, когда будет создано многостороннее соглашение между разными странами, дальше нам необходимо найти международную организацию, на основе которой может быть создан этот трибунал. И не обязательно это должна быть как раз ООН. Да, в идеале было бы хорошо. Но для этого мы понимаем, что действительно есть вето в секьюрити-консул. Но в то же время можно пойти по более длинному пути и попытаться через Генеральную ассамблею проводить такое решение. А можно пойти по более короткому пути и, например, подписать тоже многосторонний договор со стороны всех этих государств, которые инициируют трибунал с тем же Советом Европы о создании такого спецтрибунала. И уже потом в этом договоре четко прописать этапы, кто судьи, критерии к составу этого суда и так далее. И по принципу, по которому действует на сегодняшний день Международный уголовный суд. У него есть свои процедуры, которые установлены документом. По этому же принципу, таким же документом установить процедуры для этого суда. Если бы была политическая воля наших партнеров, и это не только Евросоюз, это все же Соединенные Штаты Америки, Канада, многие другие страны, которые на сегодняшний день входят в победную коалицию. Я в это очень сильно верю. Так вот, если все эти государства достаточно оперативно поддержат это решение, то в принципе создание такого трибунала может потенциально занять до одного года. Говорила президент Европарламента Роберт Миццола, что все причастные к военным преступлениям России против Украины должны быть немедленно привлечены к ответственности. Вот как она комментировала принятие резолюции о спецтрибунале для Путина и Лукашенко, давайте услышим. Последствия войны России против Украины огромны. Убиты дети, женщины, мужчины, семьи разбиты, разрушены больницы, разрушены дома, разрушены школы. Сегодня Европарламент призывает к срочному созданию специального международного трибунала. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Немедленно. Роберто Миццола, президент Европарламента. По вашему мнению, кого будет проще привлечь? Это военное руководство, это политическое руководство, это исполнители Российской Федерации, Беларуси, Лукашенко, Путин. Будет ли вот здесь какое-то разделение, кого проще? Однозначно теперь можно вообще говорить в зависимости от того, за какие преступления и уровень как раз тех, кто будет нести ответственность. В зависимости от этого можно выделить разные инструменты. Например, для того, чтобы привлекать к ответственности военных преступников, я имею в виду преступников уровня солдат, офицеров, то есть все те, кто воюет сейчас на территории Украины, например, пытают людей, совершают сексуальное насилие, совершают психологическое насилие. И всех этих преступлений, к сожалению, сейчас очень много. Так, например, для этих людей уровня исполнителей фактически не нужно создавать специальный трибунал. Для этого есть украинские суды, есть офис генерального прокурора, то есть наша система прокуратуры. Для этого есть наши правоохранительные органы. Все, что нам необходимо, это усилить, потому что, к большому сожалению, и здесь как раз госпожа Мацола абсолютно права, количество этих преступлений просто не умещается даже в голове. И, конечно, для того, чтобы все качественно расследовать, а это очень важно, чтобы мы показали не просто подход, что мы массово привлекаем их к ответственности. Нужно массово привлекать к ответственности полностью обоснованно. Этот процесс носит правовой характер, есть все доказательства и так далее. То есть для этого нужно нашу национальную систему правосудия и правоохранительную систему поддержать. И здесь международное общество должно однозначно приобщиться и к определенным учениям, потому что с некоторыми преступлениями наши специалисты, судьи, прокуроры, правоохранители столкнулись впервые. Здесь нужна техническая поддержка, потому что огромное количество доказательств, жертв сотни тысяч, к большому сожалению. И, конечно, чтобы все это обработать, собрать, оформить, затем подать в суд и рассмотреть, это требует очень серьезных человеческих ресурсов и не только человеческих ресурсов. Поэтому для этих преступников как раз я считаю, что нашей национальной системы абсолютно достаточно. А если мы говорим о специальном трибунале, то он должен все же создаваться в первую очередь для преступления агрессии. Потому что, как я вначале отметила, за него невозможно привлечь к ответственности в существующей системе международных судов. И это могут быть преступления чиновников, потому что вопрос иммунитета сложный, но не решающий. Как показывает практика предыдущих войн, к большому сожалению, что когда действия определенного лидера фактически ставят под угрозу безопасность целой страны, региона и, возможно, мира, мы знаем о ядерной угрозе, об экологической угрозе и так далее, то в этом случае как раз снятие иммунитета будет абсолютно аргументированным. И об этом уже очень много юристов международного уровня высказались, очень уважаемые люди. Поэтому специальный трибунал я бы рассматривала для тех чиновников, которые, очевидно, не могут быть привлечены украинскими судами к ответственности. Потому что у нас нет такой юрисдикции и не будут привлечены международным уголовным судом, потому что он не имеет над ними тоже власти. Нет юрисдикции, они не ратифицированы. Россия не ратифицировала соответствующее соглашение. А в рамках как раз системы ООН, все же я рассматриваю и надеюсь, что в будущем, несмотря на то, что Россия остается на сегодняшний день правовом вето, членом секьюрити-консул, и я знаю, что офис генерального прокурора над этим работает, мы сможем подать абсолютно обоснованное заявление по геноциду. И это будет окончательной коляской как раз в гроб господина Путина. Потому что весь мир должен понять, что это не просто вторжение, что это не просто агрессивная война, а это ключевая его цель. И, конечно, цель этой войны – это как раз уничтожение украинского народа. Поэтому эта война столь опасна. И поэтому именно мир должен мешаться и привлечь этого человека в любом случае к ответственности. Говорили в контексте спецтрибунала в Европарламенте о том, что прежде чем заработает этот новый трибунал, нужен механизм расследования преступления агрессии. Поэтому первым этапом должна быть создана международная спецпрокуратура для расследования преступления агрессии против Украины. И известно, что Евросоюз уже обсуждает ее создание с украинским руководством, Евроюстом и Международным уголовным судом. Но знаете, в контексте всего перечисленного всех тех военных преступлений, говоря о геноциде против украинского народа, убийство детей, депортация детей, неизвестно, да, вот все под вот этим соусом. Якобы вывозят куда-то в семьи, усыновить там собираются. Но ведь неизвестно же, что делают на самом деле. Это может быть и работорговля, это может быть, ну, неизвестно что. Как прийти к, говоря именно о спецтрибунале, как прийти к пониманию, каким должно быть наказание за все эти преступления? Здесь просто будут использоваться уже существующие на сегодняшний день международном праве аналогии. То есть как раз в Международном трибунале есть понятие преступления и агрессии, есть процедура расследования этого преступления, установлены все границы и рамки ответственности, все его процедуры доказаны. Единственная проблема для Международного уголовного суда состоит в том, что они Россию не могут привлечь к ответственности, поскольку РФ не ратифицировала соответствующий международный договор. Но это не означает, что когда есть страна-агрессор, игнорирующая международное право, игнорирующая мировой порядок, ставящая под угрозу мир и безопасность, то мировые страны не могут собраться и не могут решить, что есть такая угроза, что такие высшие должностные лица такой страны должны нести за нее ответственность, и что это вопрос мира и безопасности условно региона или всего мира. То есть никто не может этой возможности нас лишить. Просто проблема в том, что Международный уголовный суд не может этого сделать, потому что он ограничен своими существующими на сегодняшний день международными рамками. Сменить эти международные рамки он не может. А вот адхок, то есть специальный трибунал, может заново подготовить все юридические международные документы, взять за основу по аналогии все то, что существует в Международном уголовном суде по преступлениям агрессии и фактически по этой аналогии расследовать. Затем рассматривать дело в отношении Путина и других должностных лиц и преступления агрессии. Говорил евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс о том, что подготовительную работу ЕС по спецтрибуналу следует начать незамедлительно. Давайте его мнение услышим сейчас. С трибуналом, раз мы уже опоздали с леопардами, российское преступление против Украины в интересах мировой безопасности и основанного на правилах международного порядка не может оставаться без ответа со стороны международного сообщества. Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента от Литвы. Если спецтрибунал это да, за военные преступления, то вот по вашему мнению в рамках какого законодательства, как, в каком формате должны быть осуждены союзники, которые помогали Российской Федерации? Те компании, которые не вышли из рынка Российской Федерации, спонсировали экономику и таким образом спонсировали войну? Ну, давайте разделять. Давайте разделять компании, работающие в Российской Федерации. Для этого есть другой инструмент, международный, санкции. Если санкции предусматривают, например, запрет торговли с Российской Федерацией полупроводниками, какими-то чипами, другими военными технологиями и определенными материалами и так далее, то за это компании, если они, не дай бог, осуществляют такую торговлю, будут нести очень серьезную ответственность, как экономическую, так и их руководство, вплоть до уголовной. Но если таких санкций нет, и, например, условно, это ферма, торговля кофе, торговля какими-то продуктами питания и так далее, и так далее, очень многие компании такого формата остаются на сегодняшний день на рынке России. Для этого не предусмотрены санкции. Наши партнеры не ввели такие ограничения. Да, и Украина действительно тоже далеко не по всем направлениям на сегодняшний день еще ввела санкции. Давайте будем справедливы. Поэтому привлекать от таких компаний к ответственности нет оснований. Есть единственное основание. Это моральное. То есть мы должны об этом публично говорить. Украина должна в этом случае служить примером. Здесь однозначно должна полностью прекратиться любая торговля любыми формами товаров, независимо от того, это продукты питания или что-то другое. И однозначно об этом нужно поднимать вопрос публично в мире. Следующий пакет санкций должен максимально выводить компании из России. Но этот вопрос достаточно чрезвычайного масштаба. Просто можете посмотреть. Это открытая информация в интернете, в которой есть название компаний. Это глобальные экономические гиганты, которые остаются на сегодняшний день в России. То есть и механизма их вывода, кроме этого морального публичного формата, что вы спонсируете войну, спонсируете страну, агрессора, к сожалению, нет. Они на это смотрят очень прагматично. Они на это смотрят как на большой рынок, из которого не хотят выходить, не хотят терять свои деньги. И это очень серьезная проблема двойных стандартов всего мира. С одной стороны, мы хотим жить по правилам в безопасном мире. С другой стороны, просто тысячи компаний, тысячи людей продолжают торговать с агрессором. Поэтому этот вопрос отдельный. Здесь нет иного механизма, чем механизм санкций. И если мы с вами говорим об ответственности уже другого характера, ответственности фактически за пособничество, а возможно даже о преступлении агрессии, если снова будем называть имена, тот же Лукашенко. Но в момент, если будет принято решение непосредственного участия в войне белорусских солдат и силовых структур, то Лукашенко сразу становится преступником. Он также несет ответственность Путину, хотя по моему убеждению, как правозащитника, я считаю, что понимаю все эти дипломатические истории о том, что там нет прямого вторжения со стороны белорусской армии. Но мы с вами все живем в реальной жизни. Большинство ракет летят с территории Беларуси. Для того, чтобы разместить военные базы и своих военных на территории других стран, ты должен получить разрешение на это, лидера этого государства. Что это, если не преступление и агрессия, а в том числе и со стороны белорусского президента? Однозначно, хоть он не президент, он нами не признан президентом, назовем так, белорусского диктатора. Поэтому для меня очевидно, что, например, такие люди, как Лукашенко, должны нести общую ответственность с Путиным. И специальный трибунал, в том числе, должен рассматривать по отношению к ним эти дела. Допустим, такие люди, как Лукашенко, Путин, ваше мнение, победа Украины пришла как можно быстрее, мы надеемся. И после этого тот же Лукашенко и Путин убегают в страны, где экстрадиции не очень хорошо. Их не выдают за какие-то, не знаю, бизнес ведет там еще что-то, оплачивает, не оплачивает. Ну, в общем, по каким-то причинам не выдает это государство, Лукашенко и Путина, именно в правовом поле. Как их искать, как их достать из этих стран, как их судить? Это, очевидно, станет проблемой. Здесь исключительно дипломатические могут быть какие-то переговоры с этим государством. Но это однозначно. То есть ясно, что Интерпол может найти, может установить местонахождение, может требовать экстрадиции. Но если какая-то страна не будет выдавать, то это будет осуществляться исключительно способом переговоров. Но это не должно останавливать суд. Я, наоборот, считаю, что очень важная роль в этом специального трибунала, он должен быть максимально публичным. Все доказательства должны быть представлены максимально публично. И этим людям, кстати, представится возможность в том числе защитить себя для того, чтобы не было потом вопросов, что это трибунал, судилище или как еще использует российская пропаганда. Но этот суд должен быть использован в том числе для того, чтобы показать российскому населению то, кого они действительно поддерживают, кого они привели к власти, что они также являются соучастниками этого военного преступника. Я скажу, что он самый большой военный преступник, наверное, со времен Второй мировой войны. Это очень важно. И пусть он не сидит физически на скамье подсудимых. Есть вопросы заочного осуждения. Никто этого не исключает. Процедуры это предусматривают. Это возможно. Но должны слышать и видеть даже те страны, которые на сегодняшний день, например, не всегда голосуют за резолюции в поддержку Украины, например, в ООН. Или те государства, которые полностью отравлены российской пропагандой. Это не только сама Россия. Есть очень много, например, стран Африки, которые этой пропагандой абсолютно пропитаны. Так вот, здесь очень важно, и этот трибунал сыграет роль, чтобы показать, насколько они ошибаются, на чьей стороне правда. Поэтому будет ли он сидеть на скамье подсудимых физически или не будет? Это второй вопрос. Первый и главный вопрос. Это прозрачный суд по всем правилам. Самым высоким стандартам судопроизводства и демонстрации всему миру всех тех преступлений, которые были совершены и совершаются на сегодняшний день российским лидером Путиным и Российской Федерацией в Украине. Елена, спасибо вам огромное за вашу аналитику. Зрителям напомню, Елена Сотник, правозащитник, советик вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции была с нами на связи. Продолжение следует...